День рождения Праздник семейный, его принято отмечать в домашнем кругу, но Православная Церковь тоже одна большая семья, так что и поздравляем самых дорогих для нас людей Соборно. На этой неделе свои дни рождения отметили предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл и предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир. Поздравляем наших первоиерархов с праздником и присоединяемся к многочисленным пожеланиям, которые звучали в эти праздничные дни. В эфире очередной выпуск программы «Мир Православия», в которой речь пойдет о следующем. Архипастерское служение. В день своего рождения Святейший Патриарх Московский в Зарусе Кирилл совершил Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя. Многое лето, Владыка. 23 ноября – день рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира. Георгий Победоносец в Светогорье. Крестный ход с мощами великомучеников встретили в Донецкой епархии. Терновый венец народа. В Киево-Печарской лавре открыта выставка «Ко дню памяти жертв Голодоморов». «Семья – формула любви». Передвижная фотовыставка посетила Луцк. «Подари мне жизнь». В Москве подвели итоги акции, направленные на предотвращение абортов. «Красота Божьего мира». В Запорожской епархии прошла первая областная выставка «Конкурс детского рисунка». Святыни, которые всегда рядом. Паломничество учеников киевских воскресных школ в Киево-Печарскую лавру. 20 ноября, в день своего рождения, святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл совершил Божественную Литургию в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 20 ноября, в Краме Христа Спасителя, святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл совершил Божественную Литургию. Его святости сослужили многочисленные иерархи Русской Православной Церкви, представители поместных православных церквей, ректоры церковных учебных заведений, наместники ставропегиальных мужских монастырей, благочинные духовенства Москвы. После чтения Евангелия были вознесены особые прошения о здравии и долголетии предстоятеля Русской Православной Церкви. «Благое отпишение, ты сохрани его, надлогая света!» По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира, в торжествах приняли участие постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви, митрополит Выжгородский Чернобыльский Павел, и управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. По окончании литургии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Собор Архиереев отслужили благодарственный молебен, на котором были вознесены прошения о здравии святейшего патриарха Кирилла. Митрополит Ювеналий огласил приветственный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнес в дар его святости список казанской иконы Божией Матери. Святейший патриарх Кирилл обратился к присутствующим с первосвятительским словом. Я со смирением и с полным пониманием специфики, если хотите, патриаршего служения принимаю все то, что я должен принимать, и любовь, и ненависть. Все слагаю в сердце своем. И прошу у Господа только одного, чтобы никогда в моем сердце не было ни злобы, ни ненависти, потому что только сердце, отданное Христу, может быть способным проповедовать Его Слово и убеждать людей. А для того, чтобы было так, я еще и еще раз в день своего рождения, обращаясь к вам, прошу ваших молитв и вашей духовной помощи. Храни вас Господь! 23 ноября блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир отметил свой 78-й день рождения. Коллектив нашего телеканала присоединяется к праздничным поздравлениям и желает владыке крепкого здоровья и многое и блага и лета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напомним, что десница святого привезена в Украину монахами Афонского монастыря Ксенофонд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее святыню ждут верующие Житомирской, Львовской и Киевской епархии 23 ноября в Украине отмечают печальную дату 80-летие Голодомора 1932-33 годов Накануне трагической годовщины в Киево-Печерской лавре открылась выставка «Терновый венец народа» В экспозиции архивные материалы и современные исследования о Голодоморе отдельный раздел выставки посвящен репрессированным священнослужителям Выставка «Терновый венец народа» проходит в выставочном зале Успенского собора Киево-Печерской лавры Организовал данное мероприятие Музей Православная Украина вместе с Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником Хотя уже прошло 80 лет, память не стирает те ужасы, которые были совершены в те времена Тысячи и тысячи, миллионы людей погибло на самых плодородных черноземах Европы Об этом нельзя забывать И наша выставка еще раз хочет напомнить всем об этой трагедии Несколько витрин выставки посвящены теме репрессированных сотрудников Киево-Печерского заповедника Они хранили память народа об истории лавры и ее подвижниках Современные музейные работники продолжают их благородное дело Среди таких Валентина Колпакова, которая 40 лет посвятила музейному делу За сотрудничество с Украинской Православной Церкви Женщина была награждена орденом Святой Княгини Ольги Все здесь наполнено удивительным духовным светом Свеча, зажженная преподобным Антонием в далеком XI веке, неугасима И несмотря на все лихолетия, проносившиеся над нашей землей Несмотря на многочисленные войны, разорения Эта земля никогда не прекращала молитвы Никогда не угасал здесь дух молитвы И никогда не были забыты люди, которые здесь созидали, подвязались, реставрировали Сохраняли, изучали и доносили людям Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви Церковь и Культура Игумения Серафима Шевчик Написала книгу о Голодоморе «Пост от дьявола», Которая поражает свидетельствами тех времен Со всех епархий поступали данные о Голодоморе Они были обработаны Это был особый взгляд, богословский, на трагедию Голодомора Конечно, меня поразил тот эпизод, о котором говорил Блаженнейший Когда даже грудного ребенка сделали мучеником Голодомора Такое устройство не имело будущего В экспозиции представлены уникальные материалы Фотографии, свидетельствующие о страшных репрессиях Против украинского крестьянства, интеллигенции, священнослужителей Также есть публикации той эпохи Современные исследования о Голодоморе Личные дела представителей репрессированного духовенства И уникальные фотографии отечественных новомучеников Когда рассматриваешь экспонаты и вспоминаешь эту страшную страницу нашей истории То первая реакция – это ужас Я не знаю, что это были за люди, которые ставили такую задачу Это не просто издевательство Это действительно, как матушка Игумения Серафима назвала свою книжку Пост от дьявола Это действительно нечто такое, что могло прийти в этот мир только от дьявола Боль украинского народа Отображенная на фотографиях, в архивных документах, книгах Никогда не утихнет в наших сердцах Далее о новом приходе Русской Православной Церкви в Германии И о переводе Литургии Ивана Златоуста на голландский язык В эфире Международные новости В германском Крефельде открылся новый православный приход Община в честь святой великомученицы Варвары Образована решением Епархиального совета Берлинской Германской Епархии Московского Патриархата От 25 февраля 2013 года Временным местом богослужений стал один из городских костелов Предоставленный местной католической епархией В Амстердаме состоялась презентация нового перевода Литургии Иоанна Златоуста на голландский язык Данный проект стал плодом совместных усилий Представителей нескольких православных юрисдикций Общины которых расположены на территории Нидерландов Это уже седьмой перевод богослужения За 200 лет православного присутствия в стране Он уже утвержден как основной богослужебный текст В православных приходах государства Уникальные религиозные издания Представлены на книжной выставке Праздник литературы, открывшейся в Мюнхене В мероприятии участвовали свыше 300 издательств Особый интерес у посетителей вызвали Максимильное издание имперского евангелия Конца 8 века из Рима И одна из самых маленьких в мире книг С молитвой Отче наш размером 3 на 3 миллиметра Далее в программе вы увидите Семья формула любви Передвижная фотовыставка посетила Луцк Подари мне жизнь В Москве подвели итоги акции Направленные на предотвращение абортов Красота Божьего мира В Запорожской епархии прошла первая областная выставка Конкурс детского рисунка Святыни, которые всегда рядом Паломничество учеников киевских воскресных школ Киево-Печерскую лавру Сегодня, казалось бы, фотоснимками никого не удивишь В каждом доме есть один или даже несколько фотоаппаратов Но фотовыставка формула любви, что на днях прошла в Луцке Равнодушными не оставила никого Главная идея, заложенная организаторами Семья как основа общества Мероприятие проходило в Луцком дворце культуры Его организатором выступил православный женский журнал Из Днепропетровска-Самарянка По мнению главного редактора газеты Про Таирея Александра Немчинова Именно любовь должна занимать Центральное место в сердце верующего человека Потому что о ней, как об особом Христианском чувстве, говорится в Евангелии Поэтому и каждая работа На фотовыставке насыщена любовью Говорит о любви И учит любви Мы уже много лет работаем Церковь давно уже находится рядом С нуждающимися людьми С невидящими, с глухонемыми С детками-даунами С одинокими С многодетными семьями С сиротами Со старенькими Больными людьми Наши студенты семинарии Огород копают И сажают, и собирают Делают все возможное, чтобы помочь Нуждающимся людям Для Волынской епархии Проведение данной выставки Еще одна возможность Посеять добро в человеческие души Отметил работу волынян И столичный гость Уполномоченный президента По правам ребенка Юрий Павленко Думаю, что те шаги Которые сегодня предпринимает Волынская епархия Совместно с областной Государственной администрацией Помогут создать Новое общество в Украине Ответственное общество С ответственным отцовством Луцк стал уже седьмым Украинским городом Куда Самарянка привезла Свою выставку В Москве прошел круглый стол Посвященный итогам Информационно-просветительской акции Подари мне жизнь Акция проходила летом этого года Во многих городах России И была направлена Не только на предотвращение абортов Но и на сохранение Семейных ценностей и традиций Вот уже несколько лет В России проводится Неделя против абортов Так называют Информационно-просветительскую акцию Подари мне жизнь Это первый шаг Фонда социально-культурных инициатив В реализации долгосрочной программы Направленные на борьбу За сохранение жизни Неродившихся детей И здоровья женщины Только русской православной церковью В последнее время Было создано 120 медико-просветительских центров По всей стране Распространено Более 10 миллионов листовок Создано много кинофильмов Только учтенные аборты Они составляют почти миллион человек Это размер крупномасштабной войны Которую мы ведем И это говорит о тяжелом состоянии души Русского человека Потому что убивая собственных детей Как можно выстроить При такой ситуации Патриотическое, например, воспитание Которое нам необходимо И вот этот нигилизм Который мы ощущаем в нашем обществе Он тоже непосредственно С этим духовно связан К сожалению, пока современное общество Ответственность за принятие решения О прерывании беременности Возлагает на женщину А ведь важно не запретить аборты законодательно А сделать желанным рождение ребенка Если мы говорим Что призвание женщины Это материнство Что правило То мы должны тут же говорить Что призвание мужчины Это отцовство И для становления полноценного мужчины Отцовство точно так же нужно Как материнство Для становления женщины Эти вещи должны идти рядом Только тогда мы сможем Действительно что-то поменять в сознании И заставить людей С любовью и ответственностью Относиться к этому делу Акция «Подари мне жизнь» Объединяет усилия Не только общественных И религиозных организаций Но и государства Современное российское законодательство Позволяет врачу поступать по совести И отказываться от искусственного Прерывания беременности В случае, если это не угрожает здоровью матери Такой возможностью воспользовался Коллектив больницы номер 36 Города Кронштадта Которая в апреле этого года Была переименована в больницу Имени святого праведного Иоанна Кронштадтского Медики вычеркнули аборты Из списка услуг С точки зрения нравственной С точки зрения гациетической И с точки зрения частно-медицинских аспектов Мы можем из своего гаципрескуранта Деятельность не исключить Что мы и сделали Теперь все больше жительниц Кронштадта Уверенно выбирают жизнь Для своих будущих детей По благословению Высокопреосвященнейшего Луки Архиепископа Запорожского Эмили Топольского В Запорожье прошла первая областная выставка Конкурс детского рисунка Красота Божьего мира Это первый этап международного конкурса Детского творчества Каким видят мир дети? Смотрите в нашем сюжете Данная выставка Это первый этап международного конкурса Который с 2005 года проводит Русская Православная Церковь Около 200 работ Сделанных ручками и сердцами Маленьких художников Заняет целых три этажа Областной библиотеки города Запорожье Вот эта выставка Мне кажется Должна всем нам Помочь Вырваться из суеты Иди-ка мы сюда Иди-ка мы сюда Давай Вот мы должны с вами На какую-то минутку Забыть может быть Про свою беготню Забыть про то Что нам все время Куда-то надо торопиться У нас есть очень много открытий Я сегодня здесь На этом этаже Заметил одну такую работу Мальчик из Мелитополя Нарисовал грехопадение Он нарисовал Такую картину Когда смерть вошла в мир Смерти не было И вот Адам и Ева Делают страшную трагедию Ева очень радостная На этом рисунке Она улыбается Она радостная Она это яблоко Как Непослушание Богу Она его срывает И дает Адаму А Адама этот мальчик Нарисовал Удивленный Адам удивлен Ева радостная А Адам удивлен И они держат в руках то Что принесет столько горя И Еве И Адаму И нам Как вот потомкам Евы и Адама И вот мне кажется Что наша жизнь Она вот как жизнь Вот этих ребят Она полна радостей Но мы растем И мы видим Что эти радости Не совсем настоящие Наша жизнь полна удивлений Но к сожалению Мы удивляемся не там Где надо было бы удивляться Проходя мимо красоты Проходя мимо Заповедей Божьей Проходя мимо Христа Конкурс называется Красота Божьего мира Здесь много рисунков На тему библейских сюжетов И конечно же работы Это посвященные семье Друзьям Родному дому Городу и храму Я нарисовала Серафима Саровского Я нарисовала Ноев Ковчег Мне просто так понравилось Рисовать Вот это Что Ноев Ковчег Только я не смог Зверей нарисовать Нарисовала Работу Явление Мессии То бишь Явление Иисуса Христа Народу Я нарисовала Церковь Да Скажите Как она будет Ну она Из соли Разноцветной Краски Для продолжения Участия в дальнейшем Соревновании Лучшие работы Будут направлены В Москву По итогам Международного конкурса Будет издан Каталог работ Победителей На основе детских рисунков Будут созданы Анимационные фильмы Но все дети Приславшие свои рисунки Уже победители Ведь они умеют Радоваться окружающему миру И творят красоту В своих рисунках Не дай Бог Чтобы рядом с этими детьми Были мудрые мамы Мудрые папы Которые научат Этих детей Не просто красиво Рисовать А научат И быть людьми Я рискую этот мир Среди свадьбора нет И посмотри Будет этот мир Где-то взял себя самих Мир, который нужен мне Паломничество Это не обязательно путешествие В далекую страну Иногда достаточно перейти На соседнюю улицу Особенно если ты киевлянин Древних святынь в украинской столице Множество Для большинства жителей Посещение Киево-Печерской лавры Становится первым знакомством С историей монашества на Руси Что открыли для себя И чему удивлялись Ученики воскресных школ Киева В Печерском монастыре Смотрите прямо сейчас Три воскресных школы Два детдома семейного типа И один детский реабилитационный центр Именно столько киевских заведений Приняли участие в экскурсии Которую инициировала Дел религиозного образования И катехизации оболонского благочиния Разными были не только заведения Но и возраст ребят Для некоторых эта экскурсия Стала первым шагом в вере Так что преподавателям Начинать пришлось с Азов Однако экскурсоводов Все слушали с одинаковым интересом Ведь повествование о Киево-Печерской лавре Это не только экскурс в историю Руси Но еще рассказ о житиях Преподобных отцов Печерских А они в силу многочисленных чудес Иногда напоминают настоящую сказку Никого не оставила равнодушным История Успенского собора Которая началась прибытием из Византии Двенадцати зодчих Построивших собор почти тысячу лет тому Божья мать им начала На облаке показала Все, чтобы Ну, какой должен быть монастырь Киево-Печерская лавра И потом Божья мать им дала им денег На строительство И на облаке показала Вот это, как должно построиться Когда заходишь в пещеры Ты видишь этих строителей И тебе не верится даже Что они видели Богородицу Это очень чудесно Я очень рада, что я здесь побывала О недавнем восстановлении Успенского собора Напоминает огромный обломок Лежащий около храма Он является доказательством того Что храм несколько раз был уничтожен Последний раз во время Великой Отечественной И каждый раз храм восставал Из пепла и обломков Главной частью паломничества Стало посещение пещер Где покоятся нетленные мощи преподобных Для многих паломников Настоящим открытием стал тот факт Что среди мощей преподобных Киева-Печерских Покоится тело святого Ильи Муромца Которого кое-кто раньше считал Лишь сказочным героем Мне запомнилось про Илья Муровица Про двенадцати строителей Ну и мне еще и понравилась пещера сама Я в следующий раз хочу привезти сюда Одноклассников Свою сестру Походить здесь погулять целый день Приложившись к лаврским святыням Дети пообщались с наместником Монастыря Митрополитом Вышгородским И Чернобыльским Павлом Каждого ребенка владыка благословил Подарив икону и сладости А напоследок, конечно, фото с владыкой на память На следующей неделе начинается рождественский пост Но пост — это не только время, когда мы воздерживаемся от мясных и молочных блюд Это время помогать нуждающимся и творить добрые дела Также это радость от подготовки детских праздников И выбора подарков для родных и друзей А главное — это светлое чувство приближения Рождества Христова Увидимся через неделю Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok